Наталья Олеговна Душкина Наталья Олеговна, как вы стали экспертом всемирного наследия? Наталья Олеговна Душкина Я являюсь экспертом ЭКОМОЗ, не ЮНЕСКО. Вот всегда путаница, всегда впереди идет ЮНЕСКО, а про ЭКОМОЗ забывают. И всегда поправляем, что мы есть корпус. Да, я вот скажу, когда меня туда пригласили, но мы всегда исправляем. Мы представляем ЭКОМОЗ. ЭКОМОЗ – это Международный Совет по памятникам и достопримечательным местам в том переводе, каком он существует на русском языке. Вот эти достопримечательные места на английском или французском языке, они звучат как «сайт» или «сит» или «ситус» по-испански. И это слово, мне кажется, не совсем верно было переведено еще в 60-е годы в рамках Министерства иностранных дел. И сейчас, когда мы разбираемся с понятием «доск места», вошедшее в наше законодательство новое в 2002 году, раньше такого понятия не было в законе, вот испытывают, мне кажется, терминологически, смыслово, достаточной сложности определения, что есть «доск места» в привязке к нашим реалиям и понятиям нашего закона и нашего представления о наследии. Во всяком случае, это дискуссия последних двух-трех лет, одна из самых ярких в нашей стране. И мы знаем историю, которая сложилась, например, на стадионе «Динамо», когда «доск места» послужило поводом для его, по сути дела, сноса. Мы видим, что произошло, когда зоны охраны были сняты с ВДНХ, когда был снят статус особо охраняемой природной территории, заменен понятием «доск места». Вот, возвращаясь к названию «ИКОМОСа», там существует это слово, но немножечко оно другое. И мне кажется, еще предстоит работать, расшифровать эту разницу. Второе. Я давно, я старый член советского когда-то, потом российского «ИКОМОСа», и я являлась членом комитета по образованию специалистов. Меня туда еще в достаточно молодом возрасте пригласил Олег Александрович Витковский, это бывший президент советского комитета «ИКОМОС». И потом мои интересы поменялись, ну не то, что поменялись, я была и есть действующий преподаватель, хотя я себя никогда педагогом не называю. Когда я спрашиваю, чем вы занимаетесь, я заметила, что проведя в высшей школе почти 30 лет, я никогда не называю себя педагогом. Вот это тоже какая-то удивительная вещь, странная, я бы сказала. И я член двух научных комитетов в настоящий момент. Это комитет по теории и философии консервации. И когда я читала в первом семестре лекцию здесь в школе наследия, она называлась «Теория философии сохранения наследия». И это было для меня, в общем-то, большое удовольствие купаться в мыслях великих людей, процитировать вам их идеи, показать, как шла эволюция, представление о том, почему и зачем, и что надо сохранять. И потом вот так сложилось, что мне приходится защищать наследие 20 века. По-видимому, это, ну так, родовое. В России стали сохранять наследие 20 века на 20-25 лет позднее, чем в Европе. Мы отстали, у нас много разрушений, у нас нет должного понимания того, в чем есть ценность архитектуры модернизма, например, или русского авангарда. У специалистов да, но у власти, у широкого населения, по-видимому, нет. Большие сложности с пониманием ретроспективной архитектуры, то, которое сейчас называется сталинская архитектура, и как с этим поступать. Поэтому в 2005 году был основан в Акомосе комитет по сохранению наследия 20 века. Я один из его учредителей, там у нас человек 15 из разных стран. И так сложилось, что я, ну что говорить, я, наверное, заработала небольшой себе авторитет через мои публикации на Западе на языках иностранных, выступления на конференциях. И будучи экспертом этих комитетов, я, наконец, в 2002 году впервые, то есть это уже 14 лет назад, была приглашена провести техническую миссию, есть разного типа миссии, техническую миссию для оценки возможности постановки сооружения в список всемирного наследия. Ну вот с тех пор я провела экспертизу более, наверное, 12 объектов. Из них есть серийные объекты. Дважды я занималась оценкой наследия Ле Корбюзье, которого никак не могут включить в списки всемирного наследия, хотя, наверное, он входит, конечно, на вершине пирамиды архитектора XX века, перевернувший мир в буквальном смысле слова. И вот это перевертывание очень трудно принимается людьми, которые окончательно дают решение на добровое включение во всемирное наследие. Ну, достаточно вспомнить Иосифа Бродски, когда говорил, что это уже клише, избитая цитата, но для понимания того, о чем я говорю, он сказал, что Корбюзье нанес миру не меньше ущерба и разрушений, нежели это сделала Люфтваффе. Почти что точная цитата. И это серийная номинация. Это 21 объект в списке из 7 стран. И у меня в пакете было 8 объектов на территории одной страны, это во Франции. И это очень тяжелая работа, но я уже с ней свыклась. А сейчас, вот в данный момент, я пишу отчет по еще более тяжелому делу. Это так называемая консультативная миссия. Это ситуация, когда объекты стоят уже в списке всемирного наследия, и с ними начинает что-то происходить. И страна обращается в ЭКОМОС и в Центр всемирного наследия, с просьбой прислать эксперта ЭКОМОСа посмотреть, что происходит, оценить ситуацию и дать рекомендации уже на государственном уровне. Я была приглашена в Казахстан. Почему я согласилась, в Казахстан были личные причины. Мне надо было оказаться в Чемкенте, в районе Чемкента. Это была тоже история моей семьи 30-х годов, достаточно печальная. Но, тем не менее, это был такой эмоциональный повод дать согласие, не посмотрев объем данной работы. Это оказалось три объекта, которые вообще существуют на территории Казахстана. Это серийная номинация «Великий шелковый путь» из трех стран. 33 объекта – Китай, Киргизстан и Казахстан. То есть это колоссальный путь на 23 тысячи километров. И на территории Казахстана находятся пять городов. Большая часть из них, если абсолютная часть, это археологические участки. И вот через один участок, недолго думая, наши казахские друзья стали прокладывать хайвей. Просто в археологической зоне. И при том сделали процесс абсолютно необратимым, потому что частью этой дороги является железобетонный мост, двухполосный, четырехопорный. И длиной 89 метров они через реку, это место называется Талгар, 35 километров от Алматы, они недолго думая, этот мост построили. Сделав ситуацию, по сути дела, необратимую. Приехав на место, надо было выяснить, собрать весь материал по этой дороге. Ну вот я покажу, я обставила из этой работы один кадр сегодня. И потом две другие номинации тоже бесконечно интересны. Это заповедник Петроглифов, где вдруг, опять же, наши коллеги, Министерство культуры решили построить в самом сердце заповедника Петроглифов, так называемый визит-центр немыслимой архитектуры, что запрещено конвенцией. И третье – это сакральная ось Казахстана и всех тюркских стран. Это мавзолей Хаджи Ахмед Ясави, философ и поэта. И это легендарный город Туркестан, в 160 километрах от Чемкента. Это юг Казахстана, через степи. И это место паломничества. Я подумала, что может быть сравнимо в России. Но я почему-то решила, что это Троица Сергиева Лавра, мощи Сергия Радонежского, вот там у Сыпальницева Хаджи Ахмед Ясави. И идет колоссальный проект обстройки вокруг так называемой буферной зоны. Я объясню, что это такое. С полным бульдозерным сносом. Притом он идет давно. Это все скрывает государство. Присылает отчеты, в которых утаивают информацию. И оказалось, что утаивание информации, что в номинационном досье, что в отчетах, постоянно присылаемых в ЭКМОС, страны и постсоветского пространства, цивилизованные страны, например, как Франция, где сидят все международные организации, в избежание каких-то конфликтов, вставляют в отчете недостоверную информацию. Это одна из задач, очень неприятных задач эксперта, когда он пришел на место, выявить всю неправду и не кривя душой написать нелицеприятные вещи. И вот в отличие от технической миссии, когда вы ставите наследие, список всемирного наследия, вот эта консультативная миссия, атмосфера резко отличается, потому что в первом случае люди чрезвычайно заинтересованы получить мандат на включение во всемирное наследие, а во втором случае вас приезжают просто уличать, бронить, ругать, запрещать. И это большое психологическое напряжение, участвовать в дискуссии различных ветвей власти, специалистов. Вот по поводу дороги я присутствовала, сцена такого ора, настоящего, когда стенка на стенку шли реставраторы, археологи, на строители дороги. Это тяжело регулировать, прекращать крики просто командным образом. И все это проходит в короткое время, в короткий промежуток. Работаешь днем, ночью, приезжаешь, и двухнедельный срок дается официально. Написать надо отчет. Отчет пишется на языке, с большим количеством иллюстраций, схем. Ну, в общем, это составляет не основную, как сказал Рустам, а какую-то одну из ветвей моей профессиональной жизни. Но она дает мне очень большое какое-то богатство представления о мире, о том, что такое вообще международная система. Я должна сказать, что мы абстрактно относимся к понятию международного. На самом деле, международное – это мы есть, часть международная. Это наше законодательство. Международное – это наше законодательство. Вот такого понятия, мне кажется, в странных не существует. Или оно абсолютно абстрактное? Спасибо. Я думаю, еще один маленький дополнительный вопрос задать, поскольку бывали миссии в Белоруссии. Это просто совпадение? Или комитет направляет вас в страны СНГ? Такой вектор есть или это случайность? И вот белорусские ваши работы, эпизоды? Да. Ну, я, собственно говоря, была только в двух странах постсоветских. Я рассказала коротко о Казахстане. Это вот момент текущий. Я пришла к вам, оторвавшись от станка компьютерного. И я там сижу ночами и днями. И поэтому я не верю в большой успех той презентации, которую я смогла сделать на фоне этого отчета. Но мы посмотрим. Это было одно из приглашений 2003 года, приглашение от ИКОМОСа поехать в Беларусь и сделать оценку, на мой взгляд, интереснейшего, но тяжелейшего объекта. Вот мне кажется, мне всегда выпадали очень тяжелые объекты. Я никогда не приезжала куда-то, где лежал, ну вот как пасхальное яичко, великолепное, на блюдечке. Надо было только сказать «да». Вот да, это потрясающе все, вперед. У меня всегда были сложные случаи. Это был дворцово-парковый ансамбль радзивиллов в городе Несвеже, или Несвеже, как говорят белорусы. Это бывшая речь посполита, это, конечно, не коронованные короли речи посполитые, это, как я их писала в отчете, Медичи из Форца этой территории, радзивиллы. Фамилия распозлась по всему миру, радзивилловы живут и в России. И до 1939 года это была частная территория с процветающим замком, великолепным парком, с дендрологией, привезенной из Италии. И потом началось, конечно, кошмарное разорение. Кончилось там дело с нахождением санатория, кафельной плиткой, уничтожением интерьеров в большей части этого замка. И когда я туда приехала, я увидела руину. Но при этом сохранилось в абсолютной подлинности фарный костел, где хранились в гробах сами радзивиллы. И туда их сейчас привозят хоронить. Вот последний захороненный радзивилл прибыл туда уже не своими ногами из Великобритании. И вот это все находилось в потрясающей подлинности. И когда вы должны были принять решение, как быть, вы стоите перед полуруинированным зданием дворцовом, в приличном состоянии парком, великолепным костелом с росписями, хотя там были трещины. Вот я приняла достаточно серьезное решение, дала добро на включение. И ясно было, что интерьеры должны пройти через процесс реконструкции. Я понимала, что внутреннее пространство должно быть просто выбеленные стены и сохранены те фрагменты интерьера, которые дошли до наших дней, то есть уважить подлинность. Белорусские специалисты пошли по другому пути. Они реконструировали тотально все интерьеры на основе документальных свидетельств. В основном это были фотографии. И еще свидетельства живых родзивиллов, которые приезжали, жили там маленькими, говорили, вот было так и не так. Это тоже важный момент. Сейчас это 60% всех туристических сборов в Белоруссии. Но безобразие там есть немиренно. Пластиковые двери, входные, не на парадных вещах, а боковые. Ну, да. Я написала после последнего посещения, уже когда его включили, в Министерство культуры, бумагу. Со мной перестали общаться. Очень испугались, что я направила и этот же самый текст в Центр всемирного наследия Левакамос. Я этого не сделала, но они этого не знают. И поэтому эффект боязни заставляет держаться высоких стандартов реставрационных. И после этого, я должна сказать, меня три раза приглашали в Белоруссию просто давать консультации, проходима ли номинация, которую они готовят в списке всемирного наследия или нет. Один из них был совершенно замечательный визит в Полоцк. Это духовное и культурное наследие в России не Полоцкой, с Софийским собором, перестроенным, барочным, с его археологическими слоями. И, конечно, церковь Спаса с уникальными совершенно росписями. В этот момент там работал Владимир Дмитриевич Соробьянов. И он не завершил свои работы там. Второй был очень напряженный визит в Гомель. Это дворец Румянцево-Задунайского, парк, который мечтали поставить во всемирное наследие на уровне губернатора. Был большой стол, сидели все чиновники. Я поняла хитрых белорусов. Они в ранге специалистов и чиновников не хотели говорить своим властям то, что было очевидно, что это непроходимо. Там большая утрата подлинности, там невероятная скульптура девушек, установленных слепленных с наших современниц, с современными формами и так далее, и так далее. Но там при этом есть английский архитектор с английской по характеру церкви. Это очень интересно, но там грань не держалась. Мне надо было губернатору сказать, что оставьте амбиции. Каждый раз это, надо сказать, дипломатично достаточно сложно. И последний раз это, наверное, был очень хороший разговор. Это церковь Бориса и Глеба в Гродно. Это дивный совершенно памятник XII века, для которого белорусы, двигая всемирное наследие, умудрились разработать в Гродно проект реконструкции из пенобетонных блоков с тотальным завершением того, что было разрушено исторически, в XIX веке выполнено из дерева. И памятник так дошел до наших дней с такой, знаете, как бы сделан протез деревянный. Но вы видите уникальные подлинные части, смонтированные гигантскими валунами, майоликами. И вы отдавали благодарность большую, что через советское время он прошел до нас в таком виде. Но видите, хотят полной завершенности. Это церковь на обрыве, то есть часть церкви рухнула. И вот эту рухнувшую часть предполагалась в легких материалах, но в новых. На вас извините. Ну и, конечно, я посещала ренессансный замок Мир, который тоже стоит во всемирном наследии. Считаю, что многое там удалось реставрировать, а много погубить. В интерьерах просто невозможные вещи сделаны. Но это я им в приватной беседе все говорила, никуда не писала, доносов не писала, должна сказать. А другой принципиальный человек это сделал, наверное, но характера не хватило в данном случае в приватной поездке. Вообще в Ак-Амосе существует анкета специальная для специалистов, ну, реставраторов, люди, занимающиеся охраной наследия, когда они ездят по миру. Это, в общем-то, понимается как моральная обязанность человека, если он увидел что-то невероятное. Я один раз такое сделала в Венецианской лагуне, когда я прибыл на остров Торчелло. Это кто там был, он поймет, какой восторг вызывает эта крошечная точка, откуда вообще пошла вся Венеция. И я увидела, что это остров, в котором практически никто не живет, там две церкви, 11-12 века, Санта-Фоска и Санта-Мария-Сунта. И земля как бы сливается с водой голубой лагунной, такая заболоченная, а вода сливается с небом и потрясающая тишина. И вот на фоне какой-то абсолютной благодати колышутся мусор океанский, бутылки пластиковые, вот такая кошмарная, притом большая поверхность прибитая к берегу. Притом существует наблюдательный совет из выдающихся людей, организаций, они все прописаны в этих церквах. Я все сфотографировала, я совершила гражданский поступок на территории Италии, все это было отправлено, мне пришли официальные ответы, я надеюсь, что это куда-то там убрали, но это, между прочим, глобальная проблема загрязнения океанов. Ну, да, это я сделала один раз, так что члены ИКОМОЗ, сейчас, я надеюсь, будет больше членов ИКОМОЗ в России, когда будут путешествовать, они могут это делать, сообщать о неприятностях. Я знаю, что финны писали, например, о строительстве на Манежной площади всех фонтанов, просто до сердечных приступов, когда люди выходили, говорят, мы знаем Москву, сердечный приступ, и это буферная зона объекта всемирного наследия. Спасибо. Картина международной жизни стала более-менее ясна, остальное, наверное, на экране. Пожалуйста, Наталья Олеговна Душкина. Ну, вот такое широко вещательное название, популистское ужасное, что такое всемирное наследие, разговор за чай. Но, может быть, это залог не успеха, а может быть, ну, так вот, вообще-то это тоже океан огромный, то есть это океан визуальный, и я стояла перед проблемой найти баланс между содержательным разговором и изобразительным показом. Избежать изобразительность невозможно, потому что, конечно, всемирное наследие – это колоссальная книга, условно говоря, совершенно потрясающих визуальных образов, от которых нельзя оторваться. И я должна сказать, что с точки зрения коммерческого успеха, успеха геополитического проекта, о котором мы сейчас будем говорить, я думаю, что это самый успешный геополитический проект международных властей, это всемирное наследие. Они используют его на полную катушку, и я вам покажу, и вы все видели в книжных магазинах полки книг гигантского формата, где написано всемирное наследие, сокровище человечества, это то, что называется на английском языке coffee table book, содержание уже не важно какое, там самое важное, картинки. И второе, что нужно сказать, да, вот баланс выдержала я или нет, наверное, не очень. И во-вторых, конечно, имея опыт работы в этой области, наверное, я никому не скажу сегодня что-то нового из тех людей, кто профессионально занимается вопросами всемирного наследия. Такие люди в нашей стране есть, есть специально созданные подразделения в нашей стране, и, наверное, можно начать этот разговор о том, что недавно, то есть полтора года назад, президент страны издал постановление о том, что нужно решительно увеличить российское присутствие в списке всемирного наследия, наладить работу в этой области. Это повлекло ряд импульсов в Министерстве культуры. На этом фоне стал перерождаться диковинным образом совершенно Институт природного и культурного наследия, мне кажется, не в лучшую сторону, потому что оттуда ушли те самые люди, которые занимались исторически всемирным наследием и знали, что это такое. И потом совсем недавно вышло еще одно постановление, подписанное президентом, о реставрационной отрасли на фоне того, что сейчас происходит. Вы все читали в прессе, вы видели репортажи, что не в порядке реставрация, и я не вдаюсь в подробности. Одним из пунктов данного постановления является соблюдение конвенции всемирного наследия. Это не просто улучшить российское присутствие, а просто, если хотите, требование соблюдения конвенции всемирного наследия. И, наверное, это не случайно, потому что целый ряд скандалов, которые идут среди специалистов, это попадает в прессу, связаны с прямым нарушением правил существования и выживания объекта всемирного наследия в достаточно агрессивной среде городов и, более того, природных образований. Третье, что хочу сказать, наверное, идея собрать вместе лучшее того, что есть в мире, построена. Это идея древняя, можно сказать, древняя. Я первую картинку покажу совершенно очевидную. «Семь чудес света». Это, конечно, эпоха античности. Это тупо взято из Википедии, вот это слеблено из семи объектов. Из них дошел до наших дней пирамида, она, естественно, памятник всемирного наследия, но здесь и колосс родовский, и Александрийский маяк, и мавзолей, и храм Артемиды в Эфесе и так далее, и так далее. И сады Семирамиды, мы понимаем, что это было что-то по размерам, по масштабам, по своим формам, что поражало воображение современников, и это потом организовывалось в некие группы. Судя по всему, «Семь чудес света» сложилось уже в эпоху Александра Македонского как сформировавшаяся система. Что я еще вижу как предсеча этих списков, инвентарей всемирного наследия? Это, конечно, реестры памятников на национальном уровне. Невозможно было бы говорить ни о каком всемирном наследии, если бы не были созданы списки. В России, конечно, такие списки начинают на научной основе создаваться в XIX веке. Колоссальную роль сыграло императорское археологическое общество и комиссия, и Московское археологическое общество, и Уваровский круг. Все было построено на идентификации объектов и включения в определенные реестры, которые потом стали основой тех списков памятников и того реестра большого электронного, который нам обещают предъявить. Правда, никто не знает точного количества. Называются от 140 тысяч в современной России. Потом идут сведения, что счетная палата недосчиталась в этом реестре 27 тысяч памятников. Мы понимаем, что эта цифра гуляет, но, тем не менее, это некий свод памятников, который предполагает, что в нем выбирается лучше, и это может выдвигаться в списке всемирного наследия, представляя страну, то, о чем Путин беспокоится. Усилить представительство России, а Россия должны говорить и знать через визуальные образы, связанные с произрастанием их на этой земле. Но вот то всемирное наследие, которое просто триумфально существует в мире, его очень любят все политики, все флаги будут в гости к нам, это ЮНЕСКО, это сессии ЮНЕСКО, это делегации, которые курсируют между странами, это бесконечные публикации разных списков, вот в этом во всем я не участвую. Я должна сказать, что эксперты, работающие в этом в принципе не участвуют, они готовят эти парады, сидя в своих кабинетах, и, как сказал мой друг и прекрасный эксперт, один из лучших экспертов ЭКОМОСа, профессор Тодор Крэстев, ряд людей знает его в этом зале, потому что он в последние годы стал первым ведущим экспертом по объектам всемирного наследия в России. Я с ним впервые ставила, например, Ферапонтов монастырь с росписями Дионисия, это был его первый визит в России, после этого он сейчас прошел по Петербургу, по Москве, Ярославлю, Новодеющий монастырь, опять Ферапонтов, Соловецкие острова и так далее, и так далее. Он знает досконально всю юридическую систему, всю административную подоплеку, он в этом вращается, и более того, он является человеком из постсоветского мира, он знает все подводные камни, которые ожидают памятники вот в этой среде. И он мне написал, когда я там жаловалась на что-то, он мне сказал, мы простые солдаты, мне так это понравилось, мы простые солдаты со всемирного наследия. И это у меня просто вот так запало, что я, вот никаких амбиций, мы простые солдаты. И мне кажется, то есть мы выполняем свой долг в отношении в дозволенных рамках. Конечно, существует целый ряд карт. Это последняя карта очень стильно сделана центром всемирного наследия, на которой показан весь мир. Это какой-то дизайн такой пластичный, модный, обтекаемый в стиле Захихадид. Я не знаю, как это всё назвать. Здесь все пропорции стран перепутаны. Но самое важное, что здесь показаны 10 стран. Вот это важное обстоятельство, там, где самое большое количество памятников всемирного наследия. Я должна сказать, что мы в этом списке, а в общем, это мировой пантеон, мы занимаем 9 место. Это почётное место. Но на первом месте, как вы видите, прибывает Италия. И здесь вопросов не возникает. На втором месте Китай. И тоже вопросов не возникает, хотя большие проблемы с сохранением наследия там есть. Там железобетон на памятниках XVI века, там дом Конфуция из железобетона частями сделан. Это всё, когда вот видишь, просто кровь в жилах стынет. Но тем не менее, там, конечно, ландшафты, природы фантастической. Мы это увидим немножечко. Потом, конечно же, Испания, Франция, Германия, что мы ещё обнаруживаем, Индия, посмотрите, она тоже даёт большой процент и Мехику, экзотической архитектуры. Соединённые Штаты меньше нас. Мы здесь на какой-то непонятной полоске, да, нас вообще нету. Мы куда-то за горизонт ушли, но на девятом месте. И Великобритания, вот она здесь есть, у неё 29 объектов, то есть она впереди нас. Да, американцы вообще позади остались. Так что это вот не случайные такие карты, но это даёт импульс России говорить о том, что мы должны усилить своё присутствие, потому что мы вообще уже в пантеоне. Потом вот те самые публикации, невероятное количество, ну вот невероятное, притом делаются они с большой лёгкостью. Весь материал в объект Всемирного наследия содержательный находится на прекрасно разработанном сайте Центра Всемирного наследия. Там представлен весь список по всему миру, по всей мире. Там собраны все документы, картография, там можно взять всё с точки зрения содержания. Сложность составляет фотографии. Вот я знаю, что у нас сидит в рядах человек, который снимает объекты Всемирного наследия в России и не только в России. Значит, это авторская фотосъёмка, но она порождает вот эти гигантские книги, издающиеся в большом количестве. Россия не отстаёт. Это я всё в интернете нашла, хотя знаю, что это всё лежит на полках. Парадное издание ЮНЕСКО, сокровище человечества. Вы должны посмотреть и ценить толщину фолиантов. Это, конечно, ну вот это, всё толстые книги. Содружество независимых государств тоже издаёт своё. То есть Казахстан и Россия, вот где я была, и Беларусь, они тут все находятся со своими ценностями большими. И, конечно, список сотен, там сто лучших архитекторов, сто городов мира, сто мест Всемирного наследия, такие сакральные какие-то книги на полках стоят. Это всё есть. Но я должна сказать, что, наверное, такой первой серьёзной литературы, где освещается не такая декоративная сторона Всемирного наследия, а её научная сущность, это книги, появившиеся в 2000 году, написанные Владимиром Павловичем Максаковским. Это вообще книги всё, географов. Географы в большей степени занимались Всемирным наследием историческим в России, начиная с 2000 года выпускали эти книги, нежели историки архитектуры, скажем. Я назвала бы ещё второе имя, это Владимир Ирэнович Крогиус, работающий в Институте Инрико, Институт реконструкции городов. Он готовил материал города Всемирного наследия. Вот, по-видимому, эти два человека держат и держали, правда, Максаковский покойный один, они держат научный корпус знаний о культурном и природном наследии. Россия ратифицировала конвенцию ЮНЕСКО в 1982 году. То есть в советский период мы не присоединялись к этой конвенции, точно так же, как, насколько я понимаю, Россия до сих пор не присоединилась к конвенции о нематериальном культурном наследии, которое появилось в 2003 году. Ну и, конечно, я стала говорить о конвенции. С левой стороны замечательное совершенно оксфордское издание самой конвенции, но оно с пояснениями и с иллюстрациями. Там разжевываются все позиции. Международные нормативные акты ЮНЕСКО публиковались многократно, и я принесла одно из старых изданий, вы видите толщину, здесь все от ЮНЕСКО, что касается наследия, культуры. В принципе, это очень важный документ, и конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, это 1972 год. Значит, это послевоенная история, конечно, это восстановление Европы после руин Второй мировой войны, это большие финансовые, психологические, культурные вклад ряда стран, это, конечно, появление в 1959 году римского центра, который в аббревиатуре звучит как ИКРОМ, вы видите его, это Международный центр консервации в Риме, это образовательная институция, 1964 год, чрезвычайно важно, появляется Венецианская хартия, Международная хартия по сохранению памятников и достопримечательных мест, где установлены вот как магниты важнейшие позиции, например, в преамбуле говорится, задача, мы должны передать наследие во всем богатстве подлинности грядущим поколениям, устанавливая смысл нашего временного пребывания на поверхности Земли, но наша цель передать самое ценное в его подлинности для будущих поколений, чтобы они имели возможность увидеть это в будущем. То есть вот такая простая фраза, но она определяет, зачем мы этим занимаемся. В 65-м году, через год после принятия в Венецианской хартии, учреждается ИКОМОЗ, вот тот, о котором я говорила, и который курирует так же, как и КРОМ, всю работу, связанную со всемирным наследием. Это означает, что это две высшие организации в системе ЮНЕСКО категории А, экспертные. И только специалисты, принадлежащие к этим двум организациям, имеют право работать с объектами культурного наследия, которые номинируются в список всемирного наследия. Если это касается природного наследия, то этим занимается Международный Союз Сохранения Консервации Природы. Вот это три организации. И, собственно говоря, вот эти три организации и есть те самые солдаты, которые держат на себе весь этот огромный, пестрый, колоссальный океан книг, разговоров, конференций и списков. В 65-й год наследие ИКОМОЗ был учрежден в Польше, страна, которая пострадала колоссальным образом. Варшава была разрушена полностью, и к тому времени поляки поднялись до понимания того, что Варшаву надо восстановить, старое место должно быть восстановлено. И я думаю, что благодаря глубокому уважению к полякам, которые встали на этот путь, было выбрано место Польши, Варшавы и Краков, там родился ИКОМОЗ. И в итоге Варшава в 1980-м году включается в списки всемирного наследия, хотя мы понимаем, что подлинности ноль, за исключением того, что морфология плана сохранена, подлинность материала не существует и так далее. Но это такой был раритет и было создано специальное постановление о возможности ее включения туда. Глядя на обложку, я вспоминаю, что мне надо одну фразу прочитать, это единственное, что я буду читать сегодня, из-за преамбулы Конвенции всемирного наследия. Мне кажется, очень важно, что повреждение и исчезновение любых объектов культурного или природного наследия представляет собой пагубное объединение достояния всех народов мира. Вот в этой фразе, не очень хорошо переведенной на русский язык, говорится о том, что культура не имеет границ, нет барьеров между культурой и в принципе каждый человек имеет право на наследие других стран. Вот этот постулат, который я часто произношу, мне кажется, он очень важен. Да, и сохранение уникальных и незаменимых ценностей независимо от того, какому народу они принадлежат. И мне кажется, здесь моральное целеполагание колоссальное для людей, которые в России занимаются вообще наследием и в частности объектами всемирного наследия. И последнее, что я прочитаю, закрою книжку. С этой целью необходимо принять новое положение в форме конвенции, устанавливающей эффективную систему коллективной, вот этой коллективной охраны объектов выдающегося универсального значения, организованной на постоянной основе в соответствии с современными научными методами. Вот это слово коллективное абсолютно забывается, когда приезжаешь на Соловке, а тебе говорят, а пошли вы со своим ЮНЕСКО. У нас тут свои законы, мы сами будем свое наследие сохранять. И это, конечно, это не только случай Соловков и не только случай России, это во многих странах звучит. Не надо нам никакой ВАИКОМОСа, ЮНЕСКО, мы сами справимся. Вот это глубочайшее, мне кажется, заблуждение, потому что это то самое международное, которое принадлежит нам. И это часть нас и наше законодательство. Не какое-то, где там, где-то существует, оно существует у нас. Международное это наше. И, конечно, знак, который вы смотрите, это знак всемирного наследия, состоит из двух геометрических тел. Наружная оболочка это обтекаемое представление о природном наследии. Вот природная сфера обнимает искусственно сделанную форму человеческими руками. Квадрат это культурное наследие. И вообще круг, когда я говорю со студентами, посмотрите, круг нам дается визуально в мире. Это и солнце, и луна на небе. Мы видим, что есть круг, но у нас нет никакого представления о том, что есть квадрат, идеальная форма идущая древности. У нас есть представление о том, что есть угол под 90 градусов. Это закон гравитации. Мы стоим под 90 градусов, деревья растут под 90 градусов, и из этого рождается вот этот искусственный параллельный мир, материальный. И вот он заключен вот в эту природную оболочку. Это, мне кажется, очень умной логично сделанный знак. И, конечно, одно из требований конвенции на объект всемирного наследия должна стоять маркировка. Вы видите достаточно неизобретательные просто бронзовые плакетки, например, Зальцбург, город Моцарта, Коломенская церковь, вознесение в Коломенском, такой скромный камень, Пиза, А вот это в Словении пещеры, ледяные пещеры. Вот сделан необычный дизайн, такой полупрозрачная пластина, стоящая на скалах. Мне кажется, это хорошо получилось. И мелькнуло уже что-то невероятное, фундаментальное, мощное. Петербург, объект всемирного наследия, открыт был в прошлом году с большой помпы. Приезжал генеральный секретарь ЮНЕСКО, это Ирина Бокова, болгарка. Вы понимаете, где вы стоите, за вашей спиной Петропавловская крепость, вы смотрите на ядро блистательное совершенно и видите то, что называл Лихачёв небесные линии Петербурга, ничем не потревожные, только одним куполом Исаакия. Вот это сила духа, которая здесь доминирует в этой панораме. Если бы такой камень установили на другом берегу, мы бы уже увидели, что небесную линию взорвали, за биржей в глубине растут какие-то непонятные наросты, и мы понимаем, что Петербург очень трудно удержать в своём историческом регламенте. В этом плане советская власть держала регламент лишь в нескольких местах, поставив более крупного размера горизонтальной плашки. Сейчас это клубящиеся стеклянные какие-то лягушачьи пузыри, которые накладываются на стрелы Петропавловского собора. Это знаменитый Манблан, который пророс там. Значит, выбрали хорошее место, надо сказать. И, наконец, карта актуальная. Это то, что представляет всемирное наследие на сайте всемирного наследия. Мы видим действительно реальную плотность. с точки зрения России мы видим, что мы гигантская страна, на которой очень мало объектов всемирного наследия, хотя мы находимся на девятом месте. Это огромная территория с невероятным богатым наследием, которое не предъявлено, не представлено. И, более того, оно активно еще деградирует. Вот с целым рядом объектом, если дело с ними пойдет так, как идет сейчас, мы навсегда теряем возможность их вообще потенциально включить в списки всемирного наследия. И, конечно, дала здесь статистику, ясное дело, нужно сказать, сколько стран представлено сейчас в списке. Это 163 страны, при том, что конвенцию подписало больше, там 180, по-моему, стран. Всего на данный момент, на 2016 год, 1031 объект, и дальше следует типология, какие есть типы этих объектов. есть культурное наследие, самое большое количество, 802 объекта, есть природное наследие, меньше, но тем не менее достаточно, и есть смешанное наследие, то есть сочетание культурного и природного наследия. Вот сейчас мы коротко посмотрим, просто чтобы это проиллюстрировать. Вот эти желтенькие значки, это культурное наследие, зелененькие значки, природное наследие, а красненькие значки, это наследие, находящееся в опасности. Без комментариев, пример культурного наследия это, конечно, потрясающий ансамбль Троиц, Сергиев и Лавры. Я считаю, что это невероятное сокровище, которое мы обладаем. Многослойным сокровищем, потому что определяется ценность, конечно, не по одному какому-то признаку. Это сложное построение. Исторические города, должна сказать, что их культурным наследием самое большое количество, они все объединены в специальную организацию, которая называется Организация городов всемирного наследия, которые курируют отдельно только города. И сами города по типу делятся на необитаемые города. Мы понимаем, что главным образом это археологические зоны. Исторические обитаемые города. Перед вами это Дубровник. И города XX века. Посмотрите, они выделяются в совершенно отдельную классификацию, потому что там в общем-то были взорваны очень многие традиционные представления о том, что есть город традиционный. Но тем не менее, и они представляют ценность. Показываю вам то, что вы узнаете мгновенно. Петербург – это самый крупный город, стоящий среди объектов всемирного наследия. Это такая невероятная дерзость России в 1990 году выдвинуть Петербург в тех границах, как они его выдвинули. Это не просто исторический центр, это большое число ассоциативно связанных групп памятников вдоль всей акватории Финского залива, вдоль Невы, до Ладоги. Я вам покажу потом номинационные карты, и вы поймёте, какая была дерзость с одной стороны, какое непонимание, что есть всемирное наследие с другой стороны. Но с точки зрения ценности было сделано всё совершенно правильно. И потом, сколько существует сейчас желаний сжать эти зоны, урезать, оторвать, не дать находиться во всемирном наследии, я здесь вспоминаю, конечно, Матвиенко, которая в процессе эпопеи воведения исторических городов из списков, где было 458, если не ошибаюсь, его сократили до 40, оттуда вылетела Москва, Псков, Новгород, огромное количество выдающихся городов России, на которых мы вообще имеем представление, что есть Россия в древности и в более поздний период. Вот она сказала, я хочу, чтобы Петербург был выведен. Вообще, что за всемирное наследие? Очень характерное тоже понимание. Это бантик, одетый на тело. Он ничего не даёт и ничего не значит. И единственный статус Петербурга, который удержал, его статус всемирного наследия. Поэтому я ни разу не говорила, а должна сказать, что очень часто номинируются на всемирное наследие тогда, когда нужно сохранить объект от разрушения потенциального. Ну, природное наследие. Здесь вот можно смотреть и невероятно любоваться всем. Это Китай. У нас не менее потрясающие столбы на линии. Меня приводят в возбуждение вида природы. Должна сказать, больше, чем архитектура. Архитектура всю жизнь со мной. Но вот это, конечно, невероятно. И это смешанное наследие. Это, опять же, Китай. Вы видите, это сочетание природы. Есть основания для создания выдающихся архитектурных сооружений. Это часть ландшафта, рельефа и так далее. И, конечно, частью этого является такое понятие, как культурный ландшафт. Вот вы сейчас стоите на горе Голгофы, на острове Анзар, на Соловецком архипелаге. И когда вы рассматриваете вот это бескрайнее пространство Белого моря, которое здесь невероятным синим, потому что это солнечный день, вы понимаете, что вы просто стоите на вершине мира, и это перед вами по смыслу культурный ландшафт с разбросанными, поклонными стал крестами, скитами, дорогами, построенными анахами. Это идеально существующая саморазвивающаяся система уникальная. Это просто какой-то Томас-мор с идеальным государством. Это Соловецкие острова, каким он был до революции. Страшная картинка, вы все знаете. Это Бамиан, разрушение прямым попаданием Будды. И это то, что называется список наследия в опасности. Там находятся 48 объектов. И это не просто статуи Будды, это долина, прекрасная долина. Это Афганистан, это караванные пути, это система расселений, это потрясающей красоты пейзажи. И вот выбивались прямой наводкой символические вещи, которые стирают память этого места. Это наследие в опасности. Сейчас обсуждается вопрос, надо ли реконструировать, возможно ли повторение. Большой методический вопрос и под вопросом большим. Но наследие в опасности – еще замечательная вещь, которая произошла в Грузии, Кутаиси, собор Баграта. Это тысяча третий год начала строительства, это древность большая, это место, где на царство восходил Давид Строитель. Это руинированное сооружение, дошедшее до наших дней, вошедшее в таком руинированном состоянии в списке всемирного наследия. Когда приехал туда Саакашвили, он сказал, я его сделаю как новеньким. Он сделал его как новеньким, там стоят лифты. И, короче говоря, это прямое разрушение уникальных ценностей государственной властью и амбициозными отдельными людьми. Вот я сейчас в Казахстане встретилась не на уровне, конечно, президента, но, в общем-то, на уровне министров культуры, которые амбициозно приезжают и говорят, я хочу, чтобы это было здесь. И вся система выстраивается под его желание. Это, конечно, абсолютно невозможно. Меня люди встречали очень хорошо, но я сейчас пишу, жесткие вещи совершенно, невероятно. И когда наследие в опасности, конечно, создаются определенные фонды. На какие деньги существуют всемирные наследия? Но прежде всего, важно очень сказать, что все, на что поддерживается объект всемирного наследия, это финансирование страны. Страна дает гарантии, что она полностью обеспечивает сохранность памятников в соответствии с высочайшим международными стандартами и полным финансированием. Существуют фонды денежные для проведения, например, учебных семинаров, так называемых тренингов, регионального характера, где людям, специалистам на местах, министерствам культуры рассказывают, что такое всемирное наследие, как с ним обращаться. Это чрезвычайно важная миссия. И издаются небольшие брошюры, потому что, оказывается, приезжаешь на памятник всемирного наследия, люди за него отвечают, неважно в какой стране, они даже понятия не имеют, что есть всемирное наследие. Значит, это постоянный образовательный процесс. Потом фонд идет на наследие в опасности. Вот оттуда идет финансирование на проведение различного вида работ на памятники. И, конечно, здесь самые большие вот такие доли потрясающие. Это удивительно. Япония, которая трясет землетрясениями, там колоссальное разрушение наследия. Япония выделяет огромные деньги, например, на долину Бумиана, на все исследования археологии этого места. Япония выделяет деньги на объекты всемирного наследия в Болгарии. Надо только уметь воспользоваться этими деньгами, правильно их употребить, вложить в проекты, ну, например, на разработку плана управления, который в большинстве стран вообще не знает, что это такое и как его делать. Ну и потом, посмотрите, Арабские объединенные Эмираты, тоже Европейский союз и так далее, и так далее. То есть это сложная составная вещь. Почему еще Норвегия здесь? В Норвегии, например, сидит центр всемирного наследия, региональный, который объединяет в себе все скандинавские страны. Это очень мощная организация главной конторы норвежской, Рикс Антикварен. Это очень серьезные люди такого немецкого плана, дотошные. И они проливают свой денежный поток на другие страны с целью, конечно, улучшения состояния памятников. Я должна сказать, что на норвежские деньги, на Секирной горе, в той же самой, на Словецких островах была восстановлена лестница. Норвежцы давали деньги на кижи, на исследовательский проект. Это в богатой России. Но, тем не менее, это единственные деньги, которые вдруг оказывались в нужном месте и создавали нужный продукт. И норвежцы давали деньги в Казахстане на подготовку полностью великолепного досье по заповеднику Петроглифов. Работали на восстановление в этих пустынных краях Казахстана. Это настоящее международное сотрудничество, которое становится двоим одновременно. И, конечно, еще один тип номинации, очень сложный, очень интересный, это транснациональные памятники, проходящие через несколько государств. Управлять ими очень сложно. Перед вами геодезический поезд Струве. Вот тот, о котором мы говорили, это дуга, проходящая через 10 стран с отметками нивелирными. И я помню, как Кибовский говорит, ну что такое всемирное наследие? Ну вот поезд Струве. Ну там смотреть нечего. А на самом деле это потрясающее знание о том, как измеряют Землю. Вообще, что есть наша Земля? И вот этот меридиан, тартусский меридиан, проведенный, и дуга идет почти что на 3000 километров, и Белоруссия сюда входит, и Балтийские страны. То есть огромный регион. И еще не менее, конечно, поразительные это стены Римской империи. Это несколько стран. Это Франция, Испания, Германия, Великобритания. Это стены Антонина, стены Адриана. И вы видите карты номинационного досье, на которых показана сама стена и установленная вокруг нее охранная зона. Вот я сегодня говорила с Натальей Самовер. Сегодня рассматривалась предположительно возможная номинация от России. Это канал Москва-Волга. Вот эта огромная система рассматривалась в интересном месте. Это Комитет по правам человека, эко-репрессиям и так далее, Федотов, потому что это было построено вот репрессивной системой. Я ей говорю, все хорошо, давайте двигать. Сейчас утвердил этот совет, пойдет Мединскому это письмо, договорились в министерстве, присылайте, быстро давайте. Значит, ни один памятник статуса практически не имеет. А если имеет, федерального статуса никакого. Зона охраны не установленная. Территория памятника не установленная. Это вода с уникальными количествами гидротехнических сооружений и действительно уникальная. Многие вещи из них находятся в блестящем состоянии, относительном, конечно, но с тем состоянием, в котором можно идти вперед. И это, когда я делала эти стены, я думала об этом канале. Значит, это на тысячи километров территории установленных зон охраны со своими границами, нанесенные на кадастр и на карты. То есть это колоссальная работа. Это касается не только, конечно, этого предложения, а вообще то, что предлагают сейчас из регионов поставить во всемирное наследие. У памятников нет ни статуса нужного, а для того, чтобы войти во всемирное наследие, надо иметь федеральный уровень охраны. Высший общенациональный уровень, который должно гарантировать государство. Я уж не говорю, все зоны охраны, территории должны быть установлены и находиться в графическом виде, должны быть предъявлены. Если этого нет, туда можно не ходить. Никакое всемирное наследие вас туда не примет. Ну и исключены из всемирного наследия. Вот нас все время пугают. Кремль исключат, еще исключат, если вы это поставите, это даже на таком языке стал говорить наш представитель в ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова. Говорит, если поставите вот там фигуру одну большую, смотрите, может произойти такая вещь. Но вот во всем списке, где там тысячи с чем-то памятников, через исключение прошли два объекта, из них самый громкий выход из всемирного наследия – это Дрезден, это долина реки Эльбы с уникальными памятниками, это Флоренция на Эльбе с восстановленным уже в рамках всемирного наследия фрауенкирхе. Притом я была свидетелем, как камни маркировали, как делали компьютерные все системы, как немцы дотошно ее восстановили. И, вы знаете, строительство моста послужило поводом для выхода из всемирного наследия, притом, конечно, не этого, это королевский мост, а далеко, 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 за пределами исторического центра решили построить связку между правым и левым берегом, употребив конструкцию, но не много. Я видел, вот находясь на фрауенкирхе, наверху, я смотрела и фотографировала, я просто сейчас не нашла в спешке эту фотографию, это малюсенькое сооружение, которое где-то в далекой перспективе на что-то накладывалось, на эту гигантскую долину. И, вы знаете, вот полиции, немцы говорят, это была большая политика, вот решили, давайте мы их погонем. И, вы знаете, произошло, притом был референдум, на котором население Дрездена проголосовало за выход из объекта всемирного наследия. Я считаю, это прецедент совершенно невероятный, при том, что здесь и Дрезденская галерея находится, и Цвингер, и Земпер-Опера потрясающие. Это невероятно. Но вот их всего очень мало. Значит, надо понимать, угрозы, что вас выкинут, это уникальные случаи, и существует много способов оставаться, но вести себя все-таки достаточно прилично внутри. Но вот культурное наследие России, я уж извиняюсь, что это просто взято с электронной карты Российской Федерации, здесь Петербург, Кижи, Кремль, это три первых объекта, включенные во всемирное наследие, 90-й год. Это культурно-исторический ансамбль Словецких островов, памятники Новгорода, его окрестностей, белокаменные памятники Владимира и Сузы, или посмотрите, Суздали отдельно, как исторический город, не такую цель не ставили, взяли локально кусочками, что есть достаточно странно, но тогда поступили так. Сейчас в эту номинацию будут достроены Переяславский храм и Юрьевпольской храм. Вот они пойдут туда, входить в него будут. Потом, конечно, Троица Сергия Лавра, церковь Вознесения в Коломенском. Коломенская в целом как система ландшафтной, архитектурной не прошла. Ферапонтов монастырь с росписями Дионисия, Казанский Кремль. Вот многие сейчас были в Казани, они увидели, в каком виде вошел Казанский Кремль вместе с уже построенной мечетью огромной. Я не знаю, что надо было предложить ЮНЕСКО. Видно, предложение было такого размера, что не могли отказаться. Вот я так говорю, потому что ни по одному критерию пройти было невозможно. Потом Дербент, конечно. Это третий город, который в списке всемирного наследия нашего. Новодевичий монастырь, Ярославль. Вот третий город Ярославль, Струве и Булгар. Исторический археологический комплекс, который шел очень трудно, но тем не менее он дошел до всемирного наследия. И вот эта иллюстративная часть, я просто промелькну, Ферапонтов, Новодевичий, Дионисий, Соловецкий архипелаг, монастыри Суздальский, который частями входит, но не как ландшафт, хотя Суздаль, конечно, остается образцовым городом по сохранности, как исторический город. Это Новгород, опять же, не как город, и фрагментами. И природное наследие, 11 объектов. Тут и Байкал, и Сихоте-Олень, и остров Врангель. Это можно посмотреть на сайте. И Ленские столпы. И я хочу вам показать Байкал, который вы знаете. Это диковины, ландшафты. Там большие проблемы. И это золотые горы Алтая. И я была на этих озерах, сама по себе, на Телецком озере. Это, конечно, совершенно... Душа замирает от красоты. И это вулканы Камчатки. Вот мне важно было показать вот это. Это, конечно, совершенно восхитительно. И главное, как это охранять. Вот тоже надо выработать систему охраны. И дальше многоступенчатая система оценки и принятия решений. Это сложный процесс. Вот была декоративная часть. Образы, номинации. Что такое? Сначала страна выдвигает и создает номинационное досье по определенной схеме. Это интеллектуальный, трудный продукт, который немногие люди в стране в принципе могут сделать. А если натренировать специалистов замечательных, они прекрасно будут писать эти документы. Как правило, по разным объектам бывают сложности. Подается досье. Это государство подает досье на официальном уровне. То есть это дипломаты. И после этого туда назначается вот та самая выездная миссия, которую выбирает ИКОМОЗ из банка своих экспертов по каким-то своим соображениям. Сейчас это все проходит на конкурсной основе. Это не просто пальцем говорят, вот вы поедете. Предлагают 10 человек, из 10 человек одного выбирают, и ему дают мандат на эту работу. И готовится научный отчет. Миссия длится в зависимости от объекта от трех дней до десяти дней. Может чуть-чуть больше, если это большой исторический город. Но написать отчет надо за 10 дней, вернувшись домой. Пишется он на иностранном языке, на французском или на английском. Досье читается на иностранном языке, на английском или французском. Делаются все графические схемы. Это большая очень работа, интенсивная. Я вот смотрю, люди болеют, эксперты, мои друзья. Я хочу сейчас, я так мучаюсь с этим Казахстаном, потому что объем немыслимый. Я хочу им написать, это все ценой моей жизни, вот то, что происходит. Вот это, я так говорю, эмоционально, но на самом деле это физически, эмоционально, интеллектуально, невероятно сложная работа. Я знаю, что многие просто отказываются. С точки зрения экономики, ноль. Вам платят там, я не знаю, 500 долларов за колоссальную работу, и 500 долларов означает покрытие расходов на напечатку доклада, на фотографии и так далее, и так далее. Значит, это вопрос репутации вашей научной. И дальше, внутри этого отчета, какие позиции. Самое важное на первом месте – целостность и подлинность. Подлинность – королева из этих двух слов, конечно. Если нет подлинности, никакого всемирного наследия нет, забудьте. Важнейшая тема определения – давление на памятник. Это урбанизация, визуальное вхождение небоскребов или чужеродного масштаба объектов, инфраструктурный проект и так далее. Анализ границ. Границ территории памятника, я сейчас это покажу, и границ буферной зоны. Юридическая защита. Вы представляете, вот за это короткое время надо изучить национальное законодательство. Вот сейчас я владею знанием о казахском законодательстве. Я, например, знаю, что Назарбаев, который подписал и конвенцию, он же в стране отвечает за каждый памятник персонально. Это номер 16 статья, номер 1 президент. И когда я смотрю, что там происходит, к кому обратиться? Реставрация. Смотреть, что происходит, в каком виде памятник включается во всемирное наследие, что можно сделать. Наличие плана управления, выделило его план управления, это системный документ важнейший, который объединяет в себя действия страны по сохранению памятнику, гарантированной, на 5 лет, предположим. И там все, и финансовые потоки, административная система, и все юридические постановления, которые существуют, еще нужно принять. И план консервации, реставрации, который есть часть плана управления, как правило, очень слабые планы, либо не сделаны, либо они потом заказываются, делаются дополнительно. Интерпретация и презентация. Вот как показывать наследие? Вот сейчас будет вопрос в Кремле решаться. Снесли 14-й корпус, эксперты предложили сделать археологический парк. Это вот в рамках интерпретации и презентации. Что это такое? Существует специальная хартикамоса об интерпретации и презентации культурного наследия. Как с этим обращаться? Что надо воссоздавать объекты или надо создать 3D-модель и положить ее в интернет? И так далее. И, наконец, посетители туризма. Всемирное наследие – это голосальная система привлечения туризма. Есть специальные фан-клубы, которые ездят только по объектам всемирного наследия. А, соответственно, это гостиницы, еда и так далее. Но при этом опасность колоссальная. Туристы вытаптывают археологические участки, они снимают газон. Значит, это система паркеты, камни и так далее. Значит, это система барьеров, регламентация потоков и так далее. Это тоже надо просмотреть и дать режиме своем. Ну вот досье. Я просто сняла с полки толщину досье, которое вам надо изучить. И уже со знанием того, что там написано, вы едете на место смотреть. И плюс вам присылают еще материалы в гору. И, наконец, на основе чего принимается решение, включать во всемирное наследие или нет? Прежде всего, нужно доказать, что объект обладает выдающейся всемирной ценностью. То есть, что он уникален. Вот другого такого в мире нет. Делается это на основе двух механизмов. На основе сравнительного анализа. То есть, например, если выдвигается какой-то монастырь, условно говоря, на территории России, вы должны провести сравнительный анализ системы монастырей на территории этой страны, сказать, почему он выделяется среди них, в чем его уникальность, потом посмотреть аналогичные объекты, находящиеся в списке всемирного наследия, и еще дать анализ региональной широкии. Ну, например, вот тот же упоминаемый мной Тодор Крестев, он делал анализ по всем монастырям Балканского полуострова. Это и Греция, и Болгария, и все страны, которые там находятся. Он делал культурный маршрут. Вот я не назвала, еще есть один вид памятника. Это культурные маршруты, пространственные коридоры. Например, путь Сантьяго до Компостелло из Франции, из Возеле идет по направлению Сантьяго до Компостелло, собор. Это паломнические пути, на земле все, что стоит и связано с этим. И вы понимаете же, для того, чтобы доказать уникальность, вы должны провести этот сравнительный анализ. Это часто бывает очень слабая вещь. Соответственно, эксперт несчастный, который приезжает, для того, чтобы вытащить номинацию, а такое желание, ну, вот у меня всегда есть, я хочу помочь наследию. Я сама самостоятельно сажусь читать книги, и потом я добираю баллов наследия, я его выдвигаю. Например, я открыла, это была первая моя поездка в Белый город Тель-Авив. Это самое крупное скопление объектов модернизма 20-30-х годов. Это британская Палестина, британский мандат, и упоминается в досье Патрик Гэддес. И вот удивительно, я когда занималась англичанами в своих исследованиях, у меня один из героев был сэр Патрик Гэддес, шотландец, выдающийся теоретик градостроительства, и вот его британцы пригласили проектировать город-сад на песке. И вдруг я раскручиваю фигуру, персонаж Патрика Гэддеса в своём отчёте, и мне пишут, вы нам такого человека дали, вы так укрепили эту номинацию, это не в комплимент себе, это просто дело случая, что я это знала. Ну, значит, вот это нужно делать. И дальше, конечно, существует шесть критериев. Вообще всего десять критериев, из них четыре природные, я их не привожу, а хочу показать шесть критериев на культурное наследие, то есть это недвижимое наследие. Первый критерий звучит очень странно. Представляет собой выдающееся произведение творческого гения человечества. Очень собирательно, его достаточно сильно критикуют. Вот какой пример привести? Вот Шухов, например. Шухов – это гений человечества, конечно, с уникальными изобретениями, и никогда он сейчас пока не доползет ни до какого всемирного наследия, а постройки его гниют, стоят. Второе – свидетельствовать о важном взаимообмене человеческими ценностями на протяжении длительного периода времени или в одном культурном регионе. Третье – критерии могут дополнять друг друга. То есть это важно понять, какие взять критерии. Редко бывает на одном критерии. Вот, например, заповедник Петроглифов – только один критерий, и он будет нести в себе уникальные или, по крайней мере, исключительные свидетельства традиций культуры или цивилизации, которые существуют или уже исчезли. Ну и три последних – выдающийся пример важнейшего этапа ансамбля или пейзажа в истории человечества. Пятое – служить выдающимся примером традиционного поселения человека или типа землепользования, например, рисовые поля в Китае. И шестой, который редко бывает, и он всегда должен быть в компоненте с другими, он один никогда не может быть, иметь прямую или косвенную связь с событиями или живыми традициями, идеями, верами, обладающими выдающимися всемирным значением, литературными произведениями. Я себе представляю, вот Бородинское поле – какой дивный кандидат на объект всемирного наследия. Сможем ли мы его когда-нибудь поставить? Нет уже с тем, что там происходит. Невозможно, а там потрясающая литературная связь с выдающимся мировым романом, представляющим Россию, и так далее, и так далее. Тест на подлинность, пробегаясь его очень быстро, целостность, значит, был в 1973 году, когда приняли конвенцию и подтвердили в 1994 году такое прямое словообразование – тест на подлинность, проходимо или непроходимо по четырем важнейшим критериям. Я их покажу, основные критерии. И потом в 2005 году поняли, что плод всемирного наследия не выдерживает чистоты подлинности. Подлинность стремительно начинает с одного боку, с другого уходить. Значит, надо укрепить критериям целостности. Вот часть подлинности не ушла, но целостность сооружения или ансамбла, и она предъявлена. Но характерно то, что целостность поставили на первое место. Значит, немножко помахали рукой подлинности. Меня это очень беспокоит. Более того, пошли разговоры на международном уровне, давайте признаем подлинность относительным явлением. И тут я, конечно, стою всегда на дыбы и говорю, это невозможно, это абсолютное значение. Я сейчас отказалась, например, участвовать в большой коллективной монографии, которая сдается в Лондоне, с названием «Аутентичная реконструкция». Я написала три раза, сказала, что это противоречит филологически, смыслово, теоретически, одно другому. Реконструкция – это повтор, это копия, реплика, она никогда не может быть подлинной. И прислали контракт, я отказалась. Они говорят, ну, решили, что экстравагантная русская. Невозможно, да? А на самом деле концепция подлинной реконструкции, она шагает по миру. Давайте иметь вот красивые вещи, уже неважно какие, но они стоят целые. Реконструкция приходит на археологические объекты, где по всем документам ничего реконструировать нельзя, потому что гибнет вся археология. Ну, подлинность материала. Я много говорила на лекциях, и в первой лекции более подробно. Сейчас просто намёком. Ну, это собор Святого Марка, это всё объекты всемирного наследия, Венеция. Как берегли материал, заклёпками его держали, лакуны заполняли, на клеях специальных ставили, до компоновки. Это была абсолютная ценность. А вот за окном у нас стоит храм Христа Спасителя. Ничего не хочу сказать плохого. Он номинант от России на будущее. Он стоит в списке предварительной номинации. Но мы же знаем, что он весь на железобетонном каркасе и так далее. Дерево, конечно, невероятно сложно сохранять. Мы это понимаем. Кижи идёт долгое время спорный, с баталиями проект так называемого лифтинга, когда внутрь в Преображенскую церковь вставлен металлический каркас и висит эта церковь, как на распялке, и при этом начинают менять постепенно венцы там, где это необходимо. Сложнейший проект под международным контролем. Много было противников. Но тем не менее... Сейчас всё за стоп. И посмотрите, вот он под Дамкрачин. Какая страшная картина. Вот одно неверное движение, это вообще погибель памятника. Вот страшно смотреть. Для городов подлинностью материала является его морфологическая структура, планировочная структура. Я вам показываю Варшаву, где всё неподлинно, кроме его планировочной структуры. Но форма архитектурная. Вот вы видите, в каком виде была Варшава после войны. Речь идёт о восстановлении старого места. И вот большая, по-моему, это главная площадь, рыночная. Всё такое выглядит игрушечное, театрализованное, но всё-таки это начало работы конца 50-х годов. И это памятник архитектуры 20-го века. Он сейчас стремительно разрушается. Мы видим, что это не постройка историческая, а срок жизни современного сооружения 20-го века. Не 120-125 лет до первого ремонта как у исторического сооружения, а 25-50 лет максимум. Вот Варшава, 80-й год, 50-е, ну вот 50 лет, она стала вся сыпаться. Это почти что наследие в опасности. Ещё умудрились тоннель подземный пробить и начались оседания грунтов и так далее. Подлинность, мастерство исполнения. Я вам показала протагониста этого метода, японского, норвежского, Саши Попов, реставратор дерева, работать инструментами того времени, если это 16-й век, значит, топоры 16-го века. То есть собирается весь инструментарий и в этом есть подлинность твоего общения с деревом и так далее. Подлинность окружения. Чрезвычайно сложная вещь, потому что это летит невероятными шагами. Мы видим Казанский Кремль, мы обнаруживаем, что внутри совсем не подлинно. Прошу прощения. Что тут не подлинно очень сильно. Но самое ужасное, что Казанский Кремль потерял всё своё историческое окружение. К тысячелетию Казани историческая ткань города была просто уничтожена бульдозером. И когда назначили Марата Шакерзяновича Хуснулина сюда, в Москву, я поняла, что его поставили с очень хорошим опытом к нам, результаты которого мы все наблюдаем. Ну, вот тоже, да, кто бы знал. А вот должны были специалисты всё просчитать, когда, правда, это старый проект, но теперь это растёт в самых неожиданных местах. Но в данном случае это выросло над Кремлём. На примере одной своей работы, которая не закончилась ни тем, к сожалению, это знаменитый санаторий Паймио, построенный выдающимся финским архитектором Алвара Алта. Те, кто из вас хоть немного знаком с архитектурой XX века, конечно, знают очень громкий реставрационный проект библиотеки Выборги, который сейчас в России является пионерским проектом, образцовым для того, как надо реставрировать наследие XX века, если хотите, авангарда. И в 1931-1933 год он строит вещь, которую номинирует как не просто архитектура, а как медицинский инструмент. Это санаторий, туберкулёзный санаторий, в ситуации, когда Европа поражена бациллами и выбирается чудное место в природе, сосновый лес, чистейший воздух, стерильное здание, балконы, дизайн аута, который изобретает кресло Паймио перед вами и специальные лежаки для больных, которые выставляются на верхние этажи, на палубы, они дышат этим воздухом, уже ходить не могут, но они дышат этим воздухом. Вот финны его отреставрировали и номинировали. Вот старый вид и новый, внешний, мало чем отличается, за исключением этих ярких. Маркиз, вы видите фрагменты отчета, который вот был представлен. Это ядро номинационной зоны и планы. Вот к вопросу о ценности и подлинности. Скандинавские люди, которых я почитаю за честных людей, они дали абсолютно точную стрессификацию. Вот что сохранилось подлинного? Фиолетовое, которого немного, это подлинные части, подлинные элементы начала 30-х годов, под желтой красочкой, это то, что переделывалось, но в пропорциях и в плановых соотношениях, и более того, мастерской ААЛТА, и вот эти зоны, которые подверглись, такие светло-бежевые, вот эти, они светлым совсем видно, то, что подверглось самой большой перестройке. но при этом целостность объекта сохранена, были изменены двери, было много очень ценностей сохранено, не связанных только с этим зданием, с окружением и так далее. И Камос, обсуждая результаты поездки и предложения, отказал во включении во всемирное наследие, а при том сейчас вообще судьба его повисла в воздухе, ушел главный врач, больница оттуда выехала, судьба неизвестна, это погибающее наследие, вот совершили ошибку, и Камос, я считаю, совершил ошибку. И стычка произошла в отношении комнат пациентов. Вот на верхней части вы видите так называемые музейные комнаты, сохранили две палаты больницы в дизайне ААЛТА, то есть это шкафы, которые как раковины выходили из стен на вращающихся шарнирах, выполаскивающие, не выплескивающие раковины, устройства для сплевывания, а вода сюда бежала, она не производила шума, то есть абсолютно стерильная тишина, и, конечно, вот как произошло изменение этих палат, конечно, пришли новые кровати, которые педалями поднимаются наверх, и когда мне написали, да как же так, там у них палаты не сохранились все, а переделано было внутри, я им сказала, вы говорите о больнице, ведь там вопрос цена жизни человека, конечно, надо ставить новое оборудование, но все ценности, которые создал ААЛТ, они представлены, вы можете потрогать, посмотреть, пофотографировать и так далее, и так далее. Тем не менее, решение было негативным и ошибочным, я считаю. Более того, решение было ставить ААЛТ как серийный памятник, и в перспективе финны не могут выдвигать ААЛТ без России, без библиотеки Выборга. Значит, это будет транснациональная номинация, и это погружает всю проблему сохранения ААЛТ в административные бюрократические дебри колоссальные. Границы. Существует два типа границ для объекта всемирного наследия. Это территория объекта всемирного наследия и буферная зона. Слово буферная зона совершенно непонятно для русского языка и для специалистов. Буферная зона это та, по сути дела, охранная зона, которая обнимает собой самое ценное ядро, если примитивно объяснить, что это такое. Беда в том, что наше законодательство до сегодняшнего момента не имеет в своем терминологии. Там есть раздел всемирное наследие, там нет понятия территории объекта всемирного наследия, его границы, нет словосочетания буферная зона, а самое главное, каково соотношение понятия буферной зоны к тем зонам охраны, которые у нас существуют законодательно, какой мост между ними перекидывается. И пока это не будет прописано, а это уже какой раз посылают оттуда сверху, необходимость всего этого прописать, мы не выйдем из-за больших ошибок. Ну, покажу вам Московский Кремль, вы видите, что изменение произошло, здесь уже не существует этого здания, и показываю вам две карты. Одна из карт это то, что было номинировано в 89-м году, ушло в Париж, это территория объекта всемирного наследия, мы видим, что это граница Кремля и Красная площадь, когда я спрашивала, как маркируется граница там, где Красная площадь, мне сказали по бортовому камню мостовой, никакой гум верхней торговой ряды туда не входит. Вот, это важно. Не входит туда и мавзолей, он вообще у нас объект регионального значения, он даже не имеет федеральный статус. Любите вы или не любите, но это выдающееся архитектурное произведение на региональном уровне в составе объекта всемирного наследия. И вот какие границы устанавливает сейчас Министерство культуры. Мы видим, что зона буферная зона резко сокращена, то есть многократно сокращена, территория охранная сжимается. Если здесь был, например, весь остров с каналами, он входил и часть Замоскворечья, то мы здесь видим какую-то ситуацию кусками. Стрелка острова вообще не входит, только болотная площадь, два моста до Храма Христа Спасителя, а здесь по улице Мастоженко, Причистенко все входило, то есть смысл какой? Не допустить агрессивного нового строительства вблизи Кремля, чтобы максимально сохранить ценность исторического ядра. Когда происходит вот этот сжатие, это означает, что территорию буферной зоны, которую никто не отменял, отдали на съедение девелоперу. Это совершенно ясно. И вот наконец я вам показываю Тодоро Крыстева с таким диким выражением лица, сидящим рядом с нашими Цветновым, Министерство культуры, Емельянов, Грова, Московом наследии, а этот какой-то вот вдруг внимательно слушает, все записывает, у него блокноты, миллионы в кармане лежат, все фиксирует и доказывает еще одному герою, Кондрашову, которому я позавчера доказывала и Владимира, и АТС Таганского, еще все вместе взятое, он вылупив глаза на меня смотрел. Вот, и на примере разговора о заряде пытается что-то объяснить и войти в курс дела. И посмотрите, с правой стороны фрагмент его отчета, где, конечно, на ту установленную зону охраны он накладывает границу территории буферной зоны и пишет, что должно быть принято решение. Это первое, что сделает добросовестный эксперт. Если он это не выяснит и не решит до конца этого вопроса, ну, нет миссии. Петербург. Вот на Петербурге вы видите территорию центрального ядра. Вот его граница, номинация с большим числом отдельных объектов. это группы памятников. И обращаю ваше внимание на Смольный монастырь, потому что именно здесь происходила трагедия на Охте. Вот эта башня Газпрома, она вырастала в буферной зоне, не в номинационной зоне, но напротив расстрели. Просто визави стояли эти конструкции. И вторая очень важная карта, ну, да, полюбоваться, а не просто полюбоваться, а посмотреть на Финский залив, линию Финского залива. Это горизонтальная линия, там есть уже намывные почвы и проекты намывных почвах, но туда начинает переноситься весь центр тяжести строительства высотных сооружений. Это означает, что это все войдет в панорамы Петербурга. И вот еще, конечно, очень важный документ. Вы видите, все пятно, которое номинировалось, вот тот подвиг, который совершила Россия, в буквальном смысле слова, центральное ядро, где мы с вами стояли, это акватория Финского залива, включая все маршруты. Вот это под охраной, голубые линии под охраной, это направление движения, это Кронштадт, это все ассоциированные резиденции царские внутри, на материке и на побережье, это сама линия Невы до Ладоги со всеми ее берегами, это дороги, вот эти зеленые линии, это дороги, которые есть в составе всемирного наследия, как охраняемые объекты, и это, вот эти красные линии, это зеленый пояс славы, это оборона Ленинграда во время войны. Грандиозная вещь. Значит, все хотели ужать, сжать, для того, чтобы пустить туда строительство, конечно, это мы понимаем. И я должна сказать, что вот этот Тоддер Крестев спас Петербург, он запретил какое-либо ужатие зон, он доказал целесообразность установки вот так широко, и, конечно, намагнитил город на то, что он должен идти этим путем под контролем международных органов, потому что государство должно каждый год, раньше было пять лет, потом два, каждый год представлять отчеты сохранности объекта всемирного наследия. Это колоссальная работа, очень тяжелая, и она должна выполняться. Ну вот Несвиш, пару примеров моей деятельности. Вы, наверное, уже устали, еще минут 15 я говорю, потом мы в каком-то месте прекращаем. Несвиш, замок Радзивилла в том виде, в каком я его застала и была испугана. Ну, это просто что-то невероятное, конечно, но при этом вы видите это подлинная структура без реконструкции и, наконец, посмотрите тот вид, в котором его привели уже в составе объекта всемирного наследия, но я хотела говорить о границах. И границы, что вправе делать эксперт, приехав на место, все обшагав, объехав, посмотрев все, прихожу к выводу, что те границы, которые были номинированы, а номинировано пятно всемирного наследия, это замок Радзивиллов, дорога, ведущая к костелу, где похоронены Радзивиллов. Вот такая маленькая зона и внутри намечена территория парка кусками и установлена буферная зона. Да, прошу прощения, тут мои два чертежа наложены, вот в чем дело. И вот такая установлена буферная зона, все, да, никакого тебе города, центра, никаких парковых угодий потрясающих, радзивилловских, ничего не было. Было выдвинуно предложение решительно менять всю картину, номинировать ядро вот таким широким образом, с водой, с побережьем озера, чтобы запретить строительство коттеджей административных чиновников и так далее. Это все должно быть нетронуто визуально. И буферную зону, охранную зону установить по границам парка, вот эта граница, это просто забор со столбами исторически стоящие, то есть это граница установленная визуально. И далее она заходит в тело самого города. Ядро города было разрушено и во время войны, и в советское время, но тем не менее ратушная площадь, здания исторические, они вошли как часть среды угодья поместья Радзивиллов, о котором они пеклись. Это было предложение, я должна сказать, это была абсолютная победа, это было утверждено, этот план уже утвержден на государственном уровне. Вы представляете, они меняли генеральный план, они меняли все границы зоны охраны полностью на местном уровне и на федеральном министерстве культуры, но они захотели это сделать, понимая, в чем ценность этого. И надо было, конечно, приложить силу воли, заставить их это сделать. Победа была, да. Тот же самый санаторий, о котором я говорила, посмотрите, сравнительный анализ исторической фотографии 30-х годов, девственная природа, сосновые леса, камни, брусничники, черничники, ручьи, чистый воздух, исторический вид, какой он был, и современная аэрофотосъемка, ничего не меняется, бескрайние просторы. природа входит во внутреннее пространство, это ужасные клиники, где люди страдают, им не хватает воздуха, солнца, это называется цвет, желтый цвет, аалта, пойми, елло, он так и называется, и голубой, и мы видим инструменты, которые для лечения спроектировал человек, сидеть и лежать, удобно смотреть в эти гигантские окна, на эту прекрасную природу, объехав все леса, увидев исторические дороги, бескрайние поля, жаворонки и так далее, переделывая все охранную зону, вдруг они говорят, вот у нас буферная зона, иметь такую конфигурацию, я им говорю, друзья, ну вот санаторий, это территория памятника, вот здесь домик, откуда вы берете вот эту зону? Они говорят, ну мы стоим на крыше и в зоне радиуса 500 метров мы видим, мы ее останавливаем. Мне пришлось очень сложно их убеждать, что граница – это не искусственный рисунок на поверхности карты, это совершенно конкретная граница по дороге, по тропе, по разлому рельефа, и был проделан маршрут на местности, где выверены были точно все пограничные линии и было предложено реноминировать вот эти границы, что и было сделано. Но относились финские коллеги ко мне очень настороженно, что за советский человек с плохим образованием, откуда она нам диктует такие вещи. Во Франции мне говорили, вы забудьте, вы не в Москве, вы во Франции. И, должна сказать, сначала я шарашен, а потом, когда их построишь, на основе логических доказательств, неопровержимых, начинают по-другому относиться. Вот я второй раз была во всех этих местах, Корбюзина, где я их заставила сделать так, как нужно. Они встречали меня уже как цивилизованного человека вообще, который имеет какое-то там понимание, образование и даже маленькую власть, потому что переделала, умудрилась переделать. Ну, вот так. Факторы давления, оценка воздействия, на что воздействует? На выдающуюся универсальную ценность. Вот оно шифруется вот в такой OUV, это выдающаяся универсальная ценность. На русском языке звучит ещё хуже. ВУЦ. Сохранён во всех документах ВУЦ, влияние на ВУЦ. Вот я вздрагиваю и никогда этим не пользуюсь. Тот же Белый город представляет номинационную карту, на котором красным показаны небоскрёбы, уже заложенные в проектировании и уже строящиеся. Это, естественно, диссонирующие объекты в городе, который был спроектирован Патриком Геттесом как плоский город, лежащий на Средиземном море. Потом, конечно, мы находим вот такие штуки и затребовала генеральные планы развития территории, и на них выяснилось, какое количество небоскрёбов заложено в реальности. Это то, что утаивали. Вот эти чёрные точки, новые, как я это называю, угревая сыпь, вот здесь по всей этой карте, это то, что я экспериментальным путём нашла на генпланах. Вообще удивляюсь, как она ещё и генпланы умеет читать. Это, конечно, эффект приезда из России, он существует, я вам должна сказать, из бывшего Советского Союза. При этом узнают по каким-то источникам, кто она, шуршат по всему интернету, выясняют, потому что боятся, что не так сделает, навредит, не пропустит ещё что-то. Смешно. Да, вот генпланы. У них главного архитектора нет, есть главный инженер города. Вот все дела с главным инженером города. Ну, Петербург. Мы только что смотрели на эти карты. Вот эта замечательная красота, спроектирована. Просто вот тут Растрелевский собор. Всем миром боролись. На месте шведской крепости, когда спрашивали, а что за форма? Что за форма? Они говорят, мы давали форму крепости. Вот эта гранённость, эта крепость вырастает. Повалил весь мир, я должна сказать. Национальные эксперты, национальное общество, международные организации, представители императорского российского дома, которые все писали письмо протестов, наконец отказались от этого, перенесли на лахту. И что на лахту? Вот это рисунок Тодора Крестева. Он доказывает, это часть доклада, который он рисует российскому государству. Он рисует. Вот застройка, которая сейчас существует на лахте и на оконечности Васильевского острова. Она низкая. Вот вы строите небоскрёб, если там он был 400 метров, здесь 530 Газпром заделал. Притом стоит просто на оконечности воды. Он хорошо облачка тут нарисовал, игла. И вот он говорит, вы не успеете обернуться, во что это превратится? Это делается автоматически. Один небоскрёб к другому становится. И здесь он нарисовал то же самое. Центр Петербурга. И вот они растут, эти пальцы. Это Кронштадт, это панорама. И ничего удивительного, вы сейчас загляните в интернет, там есть целый проект, разработанный из чистокола небоскрёбов на насыпных грунтах Васильевского острова. Московская территория. Уже все знаете парк Зарядье, американский продукт с русским участием, сохранившиеся памятники вдоль Варварки. Единственные, здесь пока я покажу потом, но здесь стоит единственный сохранившийся осколок, уничтоженный в Заряде. Колоссальная, я считаю, в связи с этим, мемориальная историческая ценность, не столько архитектурная, что это единственное, что выжило, помимо части церквей. И, конечно, удивительные вот такие структуры, мосты консольные выходят, так всё красиво нарисовано, усы, здание филармонии, которое наполовину в землю уходит, какие-то горы и так далее. рисует схемы, разоблачающие процесс, а поскольку началась трансформация проекта, и проект стал видоизменяться достаточно существенно. Вот схема, это всё из его отчёта. Схема, на которой показаны реально существующие памятники, в том числе вот этот уцелевший фрагмент доходных домов, дом-якорь и так далее. Церковь зачатия Анны, что в углу, и фрагмент китай-городской стены. Всё, что красное, это всё, памятники, которые были уничтожены, находятся в археологическом слое. Ясная совершенно схема. Он рисует, поскольку есть проект строительства гостиницы большой, он рисует ситуацию, которая существует сейчас. Мы видим варварку с расстановкой церквей и угол. И как это сейчас выглядит в разрезе, это не доминирующая форма, она массивна, но она не задирает вверх. И что предлагается в проекте? Во-первых, в полном сносу, конечно. Это увеличение, решительное увеличение масштаба, то есть это прерубание вот настолько, а главное, что вот эта глыба огромная начинает доминировать и нависать над панорамой улицы. Таким образом, он делает анализ влияния на выдающуюся всемирную ценность панорамы Кремля и подходы к Кремлю. Это ясно, чем занимается человек. Ещё важную вещь он сделал. Он наложил проект, который разработали американцы. Вот он, вот эта амеба, эта филармония стеклянная, здесь она придвинута к китай-городской стены, а это уже переработка. Переработка означает, что это отошло от стены, то есть это начинает входить в тело и приближаться к Кремлю. Во-вторых, увеличивается в габаритах, он вырастает из-под земли, прерубается вот эта часть и узнал, тут всё на горизонталях стоит, вот плохо видно, рисунок не очень чётко, всё стоит на горизонталях. Он поставил её на топу план. И в результате этого получилась развертка, которую он построил со стороны набережной. Мы видим, что часть церкви, церковь Георгия на горке, она пожирается вот этим зданием филармонии. Манюпусенькой становится церковь зачатия Анны, она просто исчезает под этими покровами и начинает расти консоль замечательная. И вот Москомархитектура даёт деталь, панорама Кремля, которая просто рубится этой консолью. То есть это прямое воздействие на уникальные ценности, сосредоточенные в ядре. Мы это понимаем, это вывешено в интернете. Можно только... Вот Путин говорит, соблюдение конвенции, абсолютное несоблюдение конвенции, игнорирование её полное. И, конечно, вот эта история даже не надо комментировать. Это буферная зона Московского Кремля. Это построение в рисовке, которую делал Архнадзор, в двух ракурсах. Это, конечно, влияние на дом Пашкова, где это просто перегораживает структуру. А в этом направлении это накладывается накладывается на Боровецкую башню. Это выше стен Кремля. Мы знаем, что там идут подвижки, но варианты, которые существуют... Конечно, вот это была симуляция, кем-то сделанная. Но на самом деле мы понимаем, что это абсолютно попадает в тот масштаб, который нам сейчас выложили с птичьего полёта. Конечно, все разговоры о том, что уменьшим скульптуру до 8 метров, это абсолютная ложь, притом обращённая к людям, которые ничем не интересуются, которые равнодушны к своему городу. Скульптура была и есть одна, отлитая, спроектированная для Воробьёва гора. Это огромная боеголовка гигантского размера с пятиэтажный дом, иначе это не назовёшь, так она нарисована. И, конечно, убит Пашков дом, убит Кремль. Я не комментирую то, что народ назвал грамм-пластинкой. Но, тем не менее, вот идёт сейчас диалог с ЮНЕСКО. В Париж повезли все виды из птичьего полёта, как будто вы всегда в вертолёте находитесь, или у вас крылья за спиной. И, конечно, первое, что сказали делать наши делегации во главе с главным архитектором Москвы, я просто не сомневаюсь, нарисовать всё в ортогональных проекциях со всех сторон для того, чтобы оценить действительно реального воздействия. Ну, последний пример – это Ярославль. Ярославль – объект всемирного наследия. Это город в границах, в границах, вот там, где красные точки, это самое ядро уникальных памятников. Буферная зона переходит на другую сторону Волги, захватывает Которосль. Достаточно грамотно всё сделано. Здесь нет одной точки, вот очень важно, нет места, где стоял Успенский собор. принимается решение в нарушение конвенции всемирного наследия, которое запрещало до недавнего времени полностью проводить какую-либо реконструкцию на объект всемирного наследия. Сейчас она изменилась. Не просто запрещено проводить реконструкцию на археологических участках, а вот гражданскую реконструкцию в городе можно, дала разрешение. И вот что произошло. Восстановили Успенский собор, разрушенный в советское время. Он на одну треть выше, чем он был раньше. Это просто его геометрия совершенно другая. Надо быть слепым, чтобы не видеть разницы между этим и этим. Внутри это просто ощущение огромного промышленного сооружения. С иконостасами, выполненными в какой-то китайской технике, есть фирма, которая делает иконостасы металлические такие сейчас льют. Они напоминают китайские металлические изделия. Это сочетание зеленого, красного, желтого, золота, такая чеканная. Производит впечатление первое, но потом вы видите, что это такое. И самое важное, что произошло взламывание панорамы города. То есть это, конечно, невероятный размер, который повлиял на развитие стрелки Волги и Которосли, за вашей спиной Успенский собор, к юбилею сложили невероятную экспланаду прогулочную с триумфальной колонной, которая просто наложилась и убила коровники. Вот как такое может быть вообще профессионально, да еще в объекте всемирного наследия? Тем не менее, это реальность. Ну и последнее издавление это, конечно, соловки громкой истории по строительству музея, который опротестовало все экспертное сообщество России, все международное экспертное сообщество, написав многократно о запрете продолжения стройки, стройка не останавливается, она развивается, ну начались уголовные дела тут и так далее, может это затормозит, но вы понимаете, о чем идет речь, на главном фасаде, обращенному к святому озеру, это святое озеро, единственное место купальное здесь, исторически, вот здесь, городица, вот такая штука, непонятная архитектура, гигантского размера, уходящая в землю, и она впритык подходит углом к слону, к гулагу, который является региональным памятником и составной частью универсальной всемирной ценности. Один из бараков отделан уже голубым сайдингом в ранге регионального объекта, и когда я говорю, как же вы можете поступать здесь, одно перечисление имен людей, которые здесь творили, сидели, но флоренского можно назвать, со всем его йодом, сочинениями, это все здесь, это слон, Соловецкие острова особого назначения, Соловецкий лагерь, прошу прощения, особого назначения, он говорит, да что вы, нам так это все надоело, вот все эти, ГУЛАГ, главный архитектор Архангельской области, и вообще, что мне ЮНЕСКО, мы здесь разобьем большую площадь, и они сейчас продавливают генеральный план, утвержденный всюду, большой площадью с развязкой, рядом с бараками, и судьба бараков, конечно, невероятна, хотя была идея, не стройте вот это, разместите в зданиях исторических, музейные, которые там есть, потрясающий музей, навигационные, он в историческом здании находится, в одном из бараков, понятно, находится музей ГУЛАГа, интереснейший, сконцентрированная информация, они сносят больницу, которую построили в 1937 году, люди, которые, архитекторы, которые сидели на соловках, как диссонирующий объект, и рядом строят вот это еще больше диссонирующее здание, ну вот так, да, конвенция не соблюдается, ну это мой, мой последний подвиг, просто я там встаю как генерал, это Великий Шелковый Путь, это только одна территория Казахстана и Кыргызстана, 8 городов здесь, и вот городище Талгар, это Шахристан, цитадель, это территория Рабата, то есть это предместье, там, где жило население, это территория объекта всемирного наследия, это его буферная зона, и вот ровнехонько здесь построен вот этот мост, и пробит хайвей, и мост упирается в археологический слой, срезая минус 3 метра, и это абсолютно совершенно скандал, невероятный, притом на эту дорогу и на мост истрачены миллионы долларов, я подсчитала в пересчете с ТНГ, это какие-то невероятные суммы получаются, и строители дорог никак не связаны с Министерством культуры, ничто не утверждено, археология не изучена, будет выгребаться колоссальный слой, мне сказали, будет все построено, их тогда ждет, конечно, исключение из объекта всемирного наследия. Ну, мы сейчас заканчиваем, уже 4 слайда осталось. Опять же, это стенограмма на английском языке прямо из сайта всемирного наследия, это тот самый предварительный список от России. Вот что предлагает Россия, и не просто какие-то специалисты, эксперты предлагают наши государственные органы в лице Министерства культуры и Министерства иностранных дел, то есть это официально. И здесь много интересных вещей, ну, например, недавно было включено царский двор Измайлова. Я не знаю, проходимо или это нет, даже на фоне всего русского наследия есть более крепкие вещи. Собор Христа Спасителя, вот он в 98-м году, не являясь памятником, он в статусе сейчас выявленного объекта, ему еще нет 40 лет. Непроходимая номинация. Исторические центры Иркутска, церковь Дмитрия на Крови, в Угличе, тоже не знаю, вопрос, хотя там, конечно, потрясающая историческая составляющая. Астраханский Кремль, город Енисейс, который сейчас весь перестраивается. А что последнее туда вошло? Сталинград, Мамаев курган со скульптурами Вутетича. Я не знаю, как это все проходило, но, тем не менее, это вот включено. Это такая героическая, конечно, композиция. И в 2014 году внесли еще Кенозеро, Национальный парк Кенозерия. Ну, в общем, если почитать, есть много интересных. Есть дублирующие номинации Кремли, есть Кремли России, например, есть отдельный Кремли. И этот список изобличает отсутствие на данный момент вот того, что там сформировалось, большой логической научной экспертной оценки, не привлечение крупных специалистов в этой области внутри страны, как было раньше, на ранних этапах. Были первые археологи, первые искусствоведы, первые историки архитектуры, которые составляли наши первые объекты. Сейчас создан Центр всемирного наследия на основе Института природного и культурного наследия. Там есть директор, юрист по образованию, такая Надежда Филатова. Там создаются разные директивы. Специалисты, которые занимались наследием всемирных оттуда, ушли вообще, кто владел знанием. Ситуация не очень простая, но создана при Министерстве культуры экспертная комиссия, куда входят очень известные люди. Со всей России сейчас поступают заявки на то, чтобы включили объект. Заявка делается на основе математической таблицы, квалилиметрический метод. И я помню, на сайте хранителей наследия была статья Константина Михайлова, которая проанализировала ответы, полученные по этой таблице, и выяснила, что пожарная колонча из какого-то провинциального города набрала больше баллов, чем Кирилл Белозерский монастырь. Это было в шапке этой статьи, и мы понимаем, что это достаточно ущербный, если вообще не ущербный метод. Первый, как сказал Владимир Анатольевич Светнов, первый улов невод вытащил тину. То есть ничего не могли из этого отбора взять. Сейчас забросили второй раз. это ещё без металла. Это то, что отвезено в номинациях на всемирное наследие. Спасо-Преображенский собор, дивный совершенно в Свияжске, с уникальными росписями XVI века. Но изначально в списке стоит весь остров Свияжск как номинация, но он уже непроходим в силу того, что там произошло. Вот эта аэрофотосъёмка старая, это действительно остров как рыба, кит, плавающий в воде. Я там была до всяких перестроек. Это такое, знаете, богом забытое было место. И вы видели действительно всё подлинное. И вот что там происходит. Во-первых, построили дорогу. Дорога вот с этой стороны проходит, она идёт таким образом. Заасфальтировали всё внутри, стоянки с автомобилями внутри. Вот это на нижнем уровне. это действительно туристический объект. Всем занимался Шаймиев. Вложили колоссальную сумму денег. Построили там, где был маленький причал. Подходили по воде, впускались с лодочки, шли, поднимались на эти холмы, оказывались на площади главной, где стоял бюст Ленина, покрашенный голубой масляной краской. Стояли все подлинные дома. Всё дышало временем. Вот построили морской вокзал. Вот в этой части городица что-то железо бетонное огромное. И когда привезли международных экспертов туда посмотреть, они сказали, нет, остров мы не проходим. Всё, вы потеряли. начнем с собора. Очень много построили новых домов, старались в стиле, поставили очень много новых заборов. недавно были там люди, они могут сказать, может, я ошибаюсь, но я от неожиданности, когда там оказалась в сентябре, по контрастному восприятию с тем, что я помню, для меня это была определенная потеря, конечно, с точки зрения критериев и подлинности прежде всего. И, конечно, то, что не входит никуда во всех наших списках отсутствие XX века полное, с уникальными постройками, с гибнущей, Шуховской башни, вы видите ее начиненные этими трубами, ужасающими, на мой взгляд, которые вогнали внутрь, она как на распялке сейчас вот на этих выступах висит, на этих панелях, с самой структурой ничего не делается, это сыпящийся металл. Шухов, конечно, один из первых героев серийной номинации от России, который знает весь мир. Шухов знает весь мир. Это, конечно, русский авангард, как не бесит, ничего не происходит, наркомфин погибающий, ушедшая материальная структура и даже каркас, ой, прошу прощения, даже каркас дома коммуна Николаева, то есть вот это все ушло, и появился дом коммуна Николаева, практически отлит из нового бетона, и сейчас поступил запрос от Министерства культуры сделать серийную номинацию русский авангард. И сидит секция по советскому наследию научно-методического совета и говорят, ну вот это, это, ведь это все, во всех книгах все есть, в полуруинированном состоянии, все с низким охранным статусом региональным, никто на федеральном, кроме дома Мельникова, это была абсолютная победа Мельникова в 2013 году два цилиндра стала федеральным объектом. И подлинность, тут даже колонны другого профиля сделаны, не такие, как были по проекту Николаева. Это я уже под конец без деталей говорю, просто в спешке и уже в бессознательном состоянии что-то поставила обозначить проблему. И, конечно, метро, которое заявляется, это заявлялось и входит в Московскую декларацию сохранения наследия. Вот сейчас в Музее архитектуры идет выставка, посвященная метро, главная цель ее выдвинуть объекты Московского метрополитена в список всемирного наследия. Это просто лозунг этой выставки. В том виде, в каком находятся станции, что с ними делают, и даже Маяковская, в которой утрачено очень много подлинного материала, это все становится непроходимым. Процесс идет быстрый. Мне сказали, что на уровне министерства поддержали и авангард и так далее рассматривали, на уровне ДКН выкинули и авангард весь, и метрополитен. Метрополитен устойчиво держит на дистанции. Очень сложно. Ну и вот, чтобы душа успокоилась, это над вечным покоем Кенозера. Я думаю, что это войдет от России во всемирное наследие. Это, конечно, гармония, удивительно, это культурный ландшафт с границами установленными. Так что будем надеяться на хорошее. Спасибо большое за внимание. Извините за долготу. Хотелось бы спросить у вас очень такой важный для нас вопрос. Всемирное наследие имеет некоторые термины, которые пока не приведены к нашему законодательству. Самый главный термин это ВУЦ, выдающаяся универсальная ценность. У нас есть такое понятие, как предмет охраны. Вот они как-то соотносятся между собой или это вообще совершенно разные вещи? Спасибо. Я думаю, что, конечно, они соотносятся. Более того, я думаю, что предмет охраны в большей степени соотносится к критериями подлинности и целостности. Абсолютно точно. А, естественно, если мы сохраняем подлинное сооружение, оно является составной частью универсальной ценности. Мне кажется, так. Предметы охраны подлинность и целостность – это первое, что нужно смотреть. Искать баланс между одним и другим. Я бы так сказала. Но, вы понимаете, вот этот ВУЦ, выдающаяся универсальная ценность, она же складывается из нескольких параметров. Во-первых, вы просто говорите о ценности архитектурной, градостроительной, экономической, мифологической, там, ну, массу других видов ценностей существует, которые формируют представление о том, почему это памятник. Это одна составная часть. Во-вторых, конечно, набор критериев. Вот очень важно, какие критерии вы берете. И потом, конечно, да, вот предмет охраны связан с охранностью объекта. Ведь предмет охраны транслирует нам параметры и подлинности, и целостности, как он дошел до наших дней и каким мы его упаковали для будущих поколений. Если это ущербный предмет охраны, предположим, только наружные стены, а интерьеры не входят в предмет охраны. Но мы понимаем, что мы передаем с таким предметом охраны, здание инвалид. Хотя мы понимаем, что функции меняются, надо приспособить его к современной адаптации. Но вот эта культура работы и с предметом охраны. Предмета охраны, как вы знаете, в советском законодательстве не было. То есть это была синтетическая оценка экспертом, который имеет большой опыт, он чувствует своим телом этот памятник просто. И он говорит, памятник это не памятник. Когда сейчас мы должны, подавая заявку на памятник, считать математические баллы для прохождения в списке памятников, при том это сделано методом, но не угадайки, но вариативного набора из пяти позиций. И любой человек начинает нажимать на кнопки 10 баллов, 20, 30, то мы понимаем, что конечно мы не сможем передать объект в его целостность и подлинность туда вперед. И это связано конечно с универсальной ценностью. Конечно это комплексное синтетическое видение системы. То есть это не просто так, это не математическая схема. Не математическая. Здесь ваш опыт очень важен, ваше знание предмета памятника, его истории, его значения, вот выявить его ценности. Это невероятно важно. Внутри себя установить эту шкалу, потрясающую шкалу параметров. Почему он вам так дорог? И потом от этого начинать плясать, делать предметы охраны. Предмет охраны вообще должен делаться не заинтересованно от интересов девелопера. У нас часто делается предмет охраны по метро, когда уже исковерканный памятник, да и наземные сооружения, он вышел из-под реконструкции и ему установили предмет охраны. Так часто бывает. Сейчас делают предмет охраны, так его не соблюдают в процессе работ. Ну поскольку всемирное наследие это лучшего из лучшего в стране и он подпадает под коллективное сохранение международными органами, но тут должен комар носа не должен подточить никакие работы с девелоперами. Я не знаю, ну вот на Соловках, да, но доказать было невозможно. Десять дней нельзя было доказать людям на уровне губернатора, главного архитектора Архангельской области. Почему это нельзя? Музей я имею ввиду. А потому что выяснилось, что у всех уже интересы свои. У одного гостиница построена, у другого еще и так далее. Ну вот. Пожалуйста. Есть вопросы? Вот рука Юлия слева. Здравствуйте. Такой небольшой вопрос. А кто все-таки отвечает за подачу заявки на номинацию за вопросы реноминации и в том ключе, что у нас есть предположим в каком-то регионе находящийся объект, есть ли комплексный в нескольких регионах и на уровне нескольких стран? В принципе, если этот объект идет в масштабе одной страны, то полномоченным органом является Министерство культуры. Да, конечно. Страны Министерство культуры, конечно, и не регионно, то есть высший уровень, который есть в стране, должен быть обеспечен для всемирного наследия. В нашем Министерстве культуры более-менее владеет информацией, пониманием, что всемирного наследия это Цветнов, который это продвигает. По смыслу, вот задача у них сейчас двигать номинацию, кто будет писать досье. Вот кто сможет с этим делом справиться. Делаются какие-то работы, но я этого не знаю, в этом Институте природного и культурного наследия. Но на каком уровне, как это все двигается, не могу вам сказать. Если это транснациональная или серийная номинация, охватывающая несколько стран, конечно, это устанавливается связи по линии министерств культуры, как правильно, но и, конечно же, в этом деле участвуют национальные комиссии по делам ЮНЕСКО, то есть это Министерство иностранных дел. Вот у нас второй орган, который может шуметь, кричать, это комиссия по делам ЮНЕСКО. Я должна сказать, что в последнее время они стали более-менее активны, они выступают по поводу кремлевских событий, а первый раз, на моей памяти, когда выступили против, это был Родженикидзе, сказавший «Не стройте небоскреб в Петербурге, охтоцентр». Это первый раз я услышала его голос вот такой громкий «Не побоялся, не побоялся Газпрома». Да, то есть надо быть смелым, но вы понимаете, смелость, а до свидания на завтрашний день. Вот поэтому хорошо быть в ИКМОСе. ИКМОС это не правительственная, не государственная организация, это в принципе независимая экспертиза. Но вот надо быть смелыми, да, честными, смелыми, да. Да еще, пожалуйста. Большое спасибо за лекцию и вот за такой прекрасной презентацией. я хотела спросить вот этот универсальный контраст между туризмом, который вытаптывает культурный слой и сохранением, включением семейное наследие. Ведь одно другое притягивается. То есть если включен памятник в наследие, значит прибегут туристы. Как сохранить после всего этого уже то, что вроде как включено даже вот это замечательное место, если сюда что-то поставят, а ведь поставят. Да, ну конечно режимы посещения, ограничения, часы, когда это возможно. То есть это самые примитивные какие-то примеры. Вообще есть хартия по культурному туристу, разработанная ИКОМОСом. Она была переведена на русский язык. Я думаю она выложена в интернете. Я в свое время переводила эту хартию. Я много хартий перевела когда-то в какие-то годы там. И это я переводила например венецианскую хартию. И консультировалась в то время Сергея Сергеевича Пудьяпольском. Вот сейчас праздновали 50 лет венецианской хартии, а я к 25-летию венецианской хартии ее перевела, найдя много неточностей. И вот Сергея Сергеевича мы там добились пару строк. Он сказал вот мы улучшили два слова и это уже победа. Уже победа. Значит по туризму надо смотреть. Там оговариваются различные режимы существования. Как найти баланс между презентацией, вовлечением, знакомством с этим памятником и с выживанием самого памятника от наплыва туризма. Вот это есть часть плана управления наследием, который должен разрабатываться. Это должно быть специальное финансирование. Люди, которые владеют этим знанием должны делать такие вещи. Это не просто кто-то там что-то пишет. Специалисты. Но на самом деле ограничения. Даже в некоторых местах хотят делать запрет на посещение. Один день в неделю посещения. Это полка двух концов. Тяжелая достаточно. Друзья, так наступило 10 вечера. А еще один? Последний, да? Можно вопрос в последнем ряду? Добрый вечер. Спасибо большое за презентацию. У меня вопрос такой. А чем может быть обычное русское население полезно для таких солдат, как вы? помощь, еще что-то. Хорошо. Что делать гражданскому населению, когда проходят солдаты ЮНЕСКО? И КАМОСО, не ЮНЕСКО, друзья. Ну, да, я понимаю, что это рука помощи в чем-то. Большое спасибо. А на самом деле, сейчас важнейшая составляющая всех новых документов, каких-то доктрин, которые публикуются в мире, о решающей роли местного населения в сохранении наследия. Особенно это касается мест, которые удалены от центров, куда специалисты не могут приехать со своим мониторингом и чем-то на местном уровне сохранять, сообщать, писать дневники, отмечать все разрушения, информировать министерство. То есть это неоценимая помощь. Вот, например, на примере Казахстана, этого Толгара, который я вам показала, местное население не только не участвует. Во-первых, территория безумно замусоренная. Когда туда меня под белые руки привезли на машине, возили на машинах, там казахи все ездят на огромных джипах. И вообще это действительно страна этих степей бесконечных, дорог, горизонт все время низкий, у них у всех большие машины. Я приехала в этот Толгар, и они стеклись туда беседовать. Это стояли какие-то Ниссаны, Тойоты, огромные на огромных колесах. Значит, это означает, что Толгар не защищен никаким ограждением, то есть объекты мирного наследия. Они спокойно, беспрепятственно проезжают туда внутрь, там паслись коровки, там лежали бетонные надолбы чудовищные, я об этом даже не писала, мне стыдно писать, но я написала о чем-то другом, еще более важном. Там были выложены горы мусора, просто помойка выброшена из пластика бумажек, пакетов от молока. Я это тоже даже не сфотографировала, мне было неудобно, но сказала, смотрите, что у вас за безобразие. И самое важное, что в зоне регулируемой застройки, в этой самой буферной зоне, впритык к стенам Шахристана, то есть это самая граница центрального ядра Цитаделия, понастроили коттеджи, притом два-три этажа в нарушении регламента под красными, зелеными крышами, ну, как под Москвой строятся, восстановили реконструкцию, очень плохо, я должна сказать, въездные ворота, что им было запрещено, убив археологический строй, в цементной обмазке, штукатурке, которая вся потрескалась и пошла высылами, и вот выше этого стоят эти дома, как грибы в этой зоне, и это, конечно, панорама чудовищная, я могу сказать, это городище Великого Шелкового Пути, рядом с Алматой, куда, это просто туристический маршрут, и вы видите эту панораму, и там стоят эти дома, хаты, сайдинг, металл, черепица, вот это все надо, просто рекомендации все срезать, искать деньги, компенсировать, выплачивать, все абсолютно невероятно. Значит, местное население вело себя контрпродуктивно, контрпродуктивно, а, соответственно, это большая просветительская работа с людьми, объясняя им, что это за местное, какая его ценность, что это часть серийной номинации большой цепочки, и если Талгар, не дай бог, будут исключены, если не удастся остановить эту дорогу, соответственно, начинает прогибаться вся эта всемирная универсальная целостность во всей этой цепочке, потому что одно звено из нее выхвучено будет. Вот, так что граждане должны сохранять наследие, следить за ним. Друзья, спасибо большое. Давайте еще раз поблагодарим Наталью Олеговну. Спасибо. Вас с наступающими праздниками. Здесь мы встречаемся 11 числа на неизвестной теме. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok